Здарова господа! Сегодня у нас вот такая вот посылка. Нет, я пошутил. На самом деле вот таких вот две посылки. Давайте распакуем и посмотрим, что здесь находится. Как я понимаю, это какой-то чехол. Даже не знаю какая модель. А здесь понятия не имею. Трека у меня такого нету. Поехали! Алипрайс.ком. Ваш экономичный помощник для Алиэкспресс. Вот такой вот конверт здесь находится. Что-то на китайском. И здесь стоит пломба. И да, друзья, это у нас чехол. А чехол знаете на какой? На Xiaomi. Фирма у нас MS7. Сделан в Китае. Очень качественный, матовый. И это очень высокотехнологический пластик. Гнется хорошо. Отпечатки не остаются. Здесь у нас либо одна камера, либо две камеры, либо сканер отпечатка пальца с камерой. Ну и вспышкой, конечно же. Есть все вырезы под микрофон-динамик. Вот видите, здесь есть вот такая вот дырочка. Это создано для того, чтобы вы, когда надевали телефон, он у вас просто-напросто в этих местах не треснул. Видим здесь, здесь и здесь. Ну, как это бывает в самых дешевых чехлах. Ну, а так мне нравится. Вот отпечатки не отставляет. Матовый, прикольный. Ссылка будет в описании. И следующая посылка. Я даже не знаю, как я сказал, что здесь находится. Но что-то увесистая и что-то тарактит. Интересная такая коробка. Какие-то тут чуваки нарисованы. Первый раз такое вижу. И смотрите, там еще одна коробка. То есть, это такой картон. Ух ты. Короче, это такая вот упаковка. Она вся в сердечках с каким-то текстом. Так, а что ж это такое? Два штуки. Два коробка. Какие-то здесь, смотрите, голограммы. Все на китайском. Ничего не понятно. Так, а где же ты открываешься? Получается вот здесь, что ли? Пломба. Вот так вот это все выглядит. И что это такое? Ух ты. Это опять чехол, что ли? Прикольно. Идет у нас вот такая вот штука какая-то. Это у нас наклейки для стекла. Смотрите, как все презентабельно. И идет у нас стекло для айфона, наверное. Ну да, это же фирма, смотрите, MS7. Но вот этот прикольный, конечно, получше будет. Смотрите, все как презентабельно. Стекло плюс подарок. Хотя такой айфон вроде большой не бывает. Здесь вроде 6 дюймов. Сейчас увидите на экране на какой телефон. Ну да, это не на айфон, так как здесь нету прорези под механическую кнопку для переключения бесшумного режима. Это какой-то Meizu или Xiaomi опять же. Наверное, Xiaomi опять. Ну вот знаете, качество офигенное. Был такой раньше телефон One Plus One. И вот эта вот задняя крышка под асфальт такой, знаете, жесткий. Но очень приятный, конечно, на ощупь. Здесь опять же все отверстия. Также есть вот такие вот надрезы, чтобы не поломать чехол. И присутствуют кнопки. Вырез под камеру, под сканер отпечатка пальца. И здесь, как я понимаю, 3.5 джек. И для всяких шумоподавлений инфокрасного порта. Ну, зачет, конечно, да, зачетно. Выглядит офигенно. И под него также идет стекло со всеми так же вырезами. Со всякими салфеточками. И все презентабельно видно. Есть вот такая вот штука. Сейчас посмотрим. Есть вот такие вот бумажечки. Что это, смотрите, сертифицированный типа товар. Вот все вот эти вот, как бы, документы. И здесь вот такое вот письмо. Прикольно, да. Хорошая полиграфия. Все контакты. А что ж вот это такое-то, а? Я даже не пойму. Смотрите, друзья. Это у нас вот такая вот какая-то жидкость. Странно, что это такое. Филинг ликвид. Кто знает, напишите в комментариях. Вот такая вот какая-то жидкость. Здесь вот так вот обрезаете и куда-то капаете. Странно, первый раз такое вижу вообще. Вот это вот китайцы удивляют. Вот это удивляют реально. Супер. Все брендировано. Все так красиво упаковано. Я, конечно, в шоке. Офигеть. Ну и давайте эту посмотрим. Они, наверное, должны быть разные. Так как, мне кажется, смысл присылать одинаковое что-то. И здесь, друзья, то же самое. Все то же самое. Такой же чехол, такого же цвета. Зачем два, не знаю. Ну, будем продавать, значит. Реально продавец супер. Этот чехол также супер, но тот лучше. Все ссылки в описании. На какие телефоны эти чехлы вы также уже все прочитали. Всем удачи. Пока. Тебе понравилось это видео? Поставь лайк данному ролику. Помоги каналу, сделав репост. Тебе есть что сказать? Пиши, пожалуйста, комментарий. Ну, еще можешь, конечно, заглянуть в мои плейлисты. Там много интересного. Тебе понравилось это видео?